Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет разговор про фреймлоки, но помимо фреймлоков у нас будут новости и будут новинки. Начнем с фреймлоков. Ножи с фреймлоком, на самом деле, как вы знаете, считаются одним из надежных. И в линейке компании Dagger два ножа с замком фреймлок. На самом деле, как я уже сказал, у нас используются фреймлоки на Вендетте, как вы видите, и используется фреймлок на Кондоре. Что можно отметить? Фреймлок по сравнению с лайнерлоком, по сравнению с лайнерлоком, ну, немножко более сложный замок. Я вам хочу показать более детально, как выглядит фреймлок непосредственно нашей компании. Сейчас вот я в руках держу это фреймлок Кондора, но он такой же, ну, немножко ширина другая, но принцип действия такой же, как и на фреймлоке Вендетты. Что можно отнести к положительным сторонам фреймлока? Ну, во-первых, это можно сказать, что он более надежен, чем лайнерлок, потому что сама пластина большая, да, то есть, и второе, это удобство обслуживания. Фреймлок гораздо легче чистить, потому что все-таки, когда вы используете лайнерлок, то там обслуживание нож необходимо, как правило, если хотите полностью почистить, то более подробно разобрать. Почему я решил поговорить, во-первых, про фреймлоки, потому что, несмотря на то, что вы все, ну, большинство из вас на самом деле разбираетесь в ножах, но компания Даггер все больше и больше привлекает, можно так сказать, расширяет аудиторию именно потребителей складных ножей. И часто бывает, что не все, даже опытные любители ножей, но в основном, которые имеют фиксы, они на самом деле не всегда понимают, как работает там, да, механизм. И у нас бывает, да, что такая ситуация, что человек не может закрыть нож, когда он купил, да, то есть, вот он открывает его таким образом, пытается его как-то закрыть, но не понимает, что необходимо вот эту пластину отжать. Ну, это я так к слову. Теперь, на самом деле, как непосредственно устроен фреймлок, как видите, здесь у нас пластина, да, вот стальная. Здесь у нас целиковая накладка идет. Это иногда нашим покупателям кажется странным, то есть, часто бывает так, что спрашивают, а мне продайте непосредственно стальной нож, или мне продайте непосредственно нож с накладкой, да, то есть, ну, когда они потом увидят, что нож имеет вот такое вот разночтение, да, немножко вводят в ступор. Поговорив о том, что это более надежный, но и легче обслуживать, ну, по сравнению с лайнером, да, потому что, конечно, есть замки гораздо более надежные, ну, во всем мире считается, что среди складных ножей это триоблок. Ну, здесь мы не будем, как бы, говорить о том, что этого отрицать мы не будем в этом видео. Какие же недостатки у фреймлока? В первую очередь, это он холодный. То есть, если вы планируете этим ножом пользоваться на улице в холодное время суток, ну, точнее, в холодную погоду зимой, то, конечно, долго, когда вы будете держать за сталь, там, да, то есть, он довольно-таки холодный. Но если все-таки вы нож рассматриваете как EDC-нож, да, то есть, у вас работа на улице будет, там, ну, даже минуты не будет, вы открыли, что-то отрезали, закрыли, то, как бы, это каких-то неудобств не доставляет. Что важно понимать, как только вы получаете, там, да, то есть, нож с фреймлоком, у меня вот такой опыт был, и у нас также и бывает среди наших покупателей такой опыт, если еще материалы не притерлись, да, фреймлок может залипать. То есть, что значит залипание фреймлока? Это вы, когда вот я открыл нож, вот сейчас этот нож у меня не залипает, но когда ножи новые, да, то есть, то они еще не притерлись, и вот отодвинуть эту пластину не всегда легко. Это лечится очень просто, да, на самом деле, необходимо лишь графитом смазать пяту клинка, и тогда, как бы, да, вот это залипание уходит через какое-то время работы. Далее, если вы начинаете батонить на фреймлоке, что необходимо понимать, да, то есть, удар приходится, ну, и даже на лайнере, почему я всегда говорю, что надо, на самом деле, отодвигать пластину, и если все-таки вы складным ножом батоните, то вот таким образом батонить, потому что как-то только удар приходится на вот эту пластину, то у вас может появиться, усилиться, да, то есть, довольно-таки большой люфт может быть у ножа. Теперь обратите внимание, да, то есть, на саму схему фреймлока, да, что непосредственно у нас, да, когда мы делаем фреймлок, у нас вот то, что вот эта пластина, это называется сухарь или стабилизатор, да, для чего он существует? Он у нас в ноже присутствует для того, чтобы вы не могли фреймлок сильно отогнуть. Как видите, я вот сейчас пытаюсь отогнуть, и его не получается, да, то есть, вот, если я вот сейчас вот буду отгибать, вот, туда никак не выгнуть, да, фреймлок. Почему? Потому что вот это маленькое вот ушко, да, позволяет как раз-таки стабилизировать этим, тем самым, если фреймлок со стабилизатором, то он более надежен. Почему? Потому что иногда на, ну, на самом деле, на первых наших ножах, на Урбане, на Резиденте, именно на первых сериях, там не было стабилизатора, и таким образом, если сильно отжать, то можно было отогнуть фрейм, и это, конечно же, ну, делает нож непригодным. То есть, надо нож потом разобрать, снова отгибать фрейм, да, в изначальное положение, и это не всегда получалось, не всегда может у вас получиться. Поэтому сейчас на фреймлоках у нас вот такой вот стабилизатор уже в сухаре. А что значит вот этот сухарь, вот эта часть, она со временем может стираться, да, она тверже, нежели чем сама пластина фрейма, то есть, следовательно, но со временем может вот здесь стираться, да, вот таким образом, и его необходимо менять, потому что когда он будет стираться, у ножа будет появляться большой, ну, как бы, да, то есть такой существенный вертикальный люфт. Его необходимо менять, или же, и так же, как лечится еще фрейм, это подгибанием, да, то есть иногда его подгибают. Поэтому изначально, когда вы смотрите на ножи с фреймлоком, всегда обращайте внимание, где находится непосредственно сам замок, сам фрейм, да, он находится там, условно говоря, уже полностью выработан, он уже полностью находится у другой стенки, или же еще находится в начале, там, условно говоря, там, 1 и 3 пикты. Вот, это что касается фрейма. Далее, здесь у нас, так же, на наших фреймах присутствует так называемый предохранитель. Вот я его вот поднимаю, как он работает, да, обратите внимание, как только мы его поднимаем, да, то уже фрейм невозможно вывести в одну проскость, и таким образом, таким образом нож, да, то есть не складывается. Теперь важные моменты тоже для вас, когда, если вы не имеете опыта общения со складными ножами, с фреймлоками, часто бывают люди, которые не имеют опыта работы, ну, каждодневной, да, там, с ножами на флипперах и спреймом, они могут вот так медленно открыть нож, и вот иногда даже не до конца его раскрыть. Почему? Потому что здесь, как видите, есть шарик детента, да, и вот этот шарик детента, вот, немножко, как видите, сдерживает, да, клинок. То есть если я вот сейчас его до конца открыл, да, он, как бы, видите, не закрывается. А если же его не до конца открыть, то шарик детента вроде сдерживает, но, конечно же, он не будет сдерживаясь, да, то есть он будет закрываться. Поэтому часто люди, которые не вот так медленно открывают, могут не до конца открыть фрейм, и оно может сложиться, поэтому, когда фрейм новый. Поэтому необходимо его открывать с флипа, необходимо, как бы, да, проверять, вот, чтобы он не складывался, и еще раз, как-то закрывать фрейм, все очень просто, нету тут никакой магии таким образом. Честно говоря, фрейм холодный и имеет, вот, как видите, да, то есть там залипание на начальных стадиях, но оно лечится. Кстати, моя история с фреймом была именно с ножом страйдера. Там настолько он был туго залип, что я даже себе порезал палец, потому что там, как бы, фаска не была снята, я сильно нажал, и он не отжался, и вот я, как бы, так себе даже, вот, порезал палец. Но, исходя из этого опыта и другого нашего опыта, мы вот максимально данные фреймы доработали. Конечно, в связи с этим происходит определенное удорожание, да, то есть вот таких вот деталей к ножам, и вы прекрасно знаете, мы об этом говорили, что вот новые наши ножи, Арина, Урбаны, Резиденты будут переходить на лайнер лок, да, не на... Не будет настолько сложного, там, да, то есть конструкции замка. На этом, наверное, про фрейм локи можно закончить. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, и пишите, что вы предпочитаете больше. Фрейм локи, вайнер локи, бэк локи, триад локи, или вообще вам все по барабану, вам, как бы, важен именно нож, и вы выбираете нож, не исходя из замка, или же все-таки замок имеет решающее для вас значение. Ну, а теперь давайте переходим к новостям, о котором я говорил. В первую очередь с 17-го, то есть на этой неделе уже с 17-го по 19-е сентября, у меня тут маленькая подсказка, чтобы я дату не перепутал, у нас будет выставка Армс Хантиг Фест. Что значит фест? Фест значит фестиваль. То есть это будет под, за городом, это спортинг-клуб по Минскому шоссе, там находится большое, на самом деле, такое стрелковое место с ресторанами, со всеми делами, ну, плюс там будут шатры, там будет там диджей-музыка, будет даже группа Ума Турман, насколько мне известно, вот, и у нас там будет такой большой, ну, среди ножевиков, да, то есть шатер, стенд А5. Поэтому мы вас там всех приглашаем, приходите, будет круто, будут все ножи, даже, даже будут карбоновые виндетты, потому что мы их сейчас собираем, то есть там есть несколько десятков, которым мы еще не дособрали. Это что касается Армс Хантиг. Вторая важная новость, о котором я хотел сказать, это то, что наша компания второй год подряд будет участвовать, будет спонсором такого мероприятия, как Red October. Red October будет проходить с 8 по 10 октября. Это, на самом деле, такое мероприятие, соревнование для среди любителей АК, то есть автоматов Калашникова. Это изначально, вот, руководитель Rifle Dynamics в США организовал вот Red October именно с Калашами. А в России это делает компания Center-T, где я, на самом деле, ходил, это очень крутое мероприятие, ходить на их тренинги, я вот на АК-оператор сходил, мне очень понравилось, всем советую. Вот, но на Red October, если вы уверены в своих силах, если вы уверены в своих силах, это именно соревнования, приходите, почему? Потому что мы спонсируем, и мы выделили три ножа, это Arrow, это Vendetta и это Кощей, да, как раз-таки на призовые места. По-моему, дерзкая двойка. Ну, номинацию я сейчас, честно говоря, забыл немножко, но помню. Кстати, еще хотел сказать, если вы увлекаетесь оружием, ну, как бы такой оружейной тематикой, то, наверное, знаете такого блогера, как Брэндон Эрера, да, он там миллионник блогер, у него постоянно АК, стрельба и так далее. Так вот, у него есть видео «Тренировка с русскими» или там «Стрельба с русскими», «Training with Russians», по-моему, там как раз-таки «Центр Т» обучают Брэндона Эрера, как обращаться с АК. Вот у меня, похоже же, тренинг я у них и проходил. Это что касается наших новостей. То есть на этой неделе мы вас всех ждем на выставке «Арфхантинг». В октябре, если вы уверены, что вы стреляете хорошо, то записывайтесь и участвуйте в соревнованиях Red October и, возможно, вам достанется приз от Даггер, либо Эрроу, либо Виндетта, либо Кощей. Ну и новиночка, о чем я хотел поговорить. Стопиночка сегодня у нас «Хэнки». Это очень знаменательный, на самом деле, знаменательный «Хэнки». «Хэнк Стинг», ну, как вы понимаете, да, то есть это «Жала», да, то есть «Хэнк Жала», «Хэнк Стинг». И «Хэнк», я не знаю, мы еще не дали ему название, или, не знаю, «Хэнк», как это назвать? «Хэнк Стинг» или «Хэнк», да, нормально? Вот, а это там «Красный», ну, что-то придумаем. Еще сегодня только получили, не дали название. Но почему это знаменательное, на самом деле, событие? Потому что разработка этих «Хэнков», я, к сожалению, сейчас не помню. Данила. Данила. Спасибо вам большое, Данила. И я хотел воспользоваться, во-первых, моментом и еще раз сказать. Смотрите, мы всегда, как компания, открыты к разным идеям. И вы нам помогали, на самом деле, вот «Гусина Индеец», это как раз-таки тоже наш подписчик. Потом, по-моему, были патчи, тоже от наших подписчиков. И вот Данила обратился к нам и предложил нам вот такие вот принты для «Хэнка». Мы их рассмотрели, нам они очень понравились. И, конечно же, сегодня Даниле пойдут «Хэнки», плюс еще дополнительные подарки от компании «Даггер». Поэтому, если у вас есть какие-либо идеи по «Хэнкам», по «Принтам», вообще в целом, да, то есть, вот именно такой аксессуарики, присылайте вот ваши идеи, ваши дизайны. И если мы их принимаем, то, конечно же, вы одним из первых получите этот продукт. Ну и плюс у вас будут ништяки от компании «Даггер». А что касается «Хэнка», то они будут или сегодня, или завтра уже на сайте. Я себе лично вот забираю вот желтый. Мне очень зашел этот желтый «Хэнк». Его уже на карман сегодня. Поэтому на фотографиях в Инстаграме вы, наверное, скоро увидите вот эту подкладку. На этом, наверное, все. Спасибо, что смотрели. Ну что, хороших вам, хорошей вам продуктивной недели. И обязательно приходите на выставку «Арсхантик». Всем добра, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!